Лепнина сыпалась под ударами молотков, снимали оконные рамы и двери. На защиту детского сада на улице Циолковского вышли десятки жителей. Пытались докричаться до рабочих, сохранить историческое здание. Детский сад снесли, но по мнению жителей, это лишь часть большого плана по перестройке всего исторического центра Наукограда. Жители уверяют, под снос пойдут десятки объектов. Уникальная комплексная застройка середины прошлого века. В Москве, особенно в центре, этот сталинский амфир, конечно, вырастал, там момент престижности был важен. А здесь он дает меру вот этого уюта. Эти дома строили в 50-х годах. Архитектор Любовь Гулецкая не просто перестраивала заводской поселок. По сути, создавала космическую столицу Советского Союза. Когда рушат такие здания, называют их веткими, а оставляют в покое те дома, где падают потолки на людей. Манфредди Филиппаци переехал в Россию с Флоренции. Говорит, у него на родине такие дома берегут. Три года назад здесь сделали капитальный ремонт. Тратили много денег, я думаю. Сейчас собираются снести, сносить вот это здание. Я логику не вижу. Местные жители и общественники считают, что логичнее сохранить старый центр, а заодно сохранить и здание завода, построенного больше ста лет назад англичанами. В администрации полагают, что ценности объект не представляет. А вот архитекторы и градозащитники уверены, что здесь вполне можно открыть музей. В 2018 году орудийный питерский завод приехал сюда, на уже готовую базу. Именно эта территория, именно это решение британской компании привело к тому, что здесь появились космические предприятия. Космические предприятия работают до сих пор, а их сотрудники боятся, что если сами дома снесут, то их вовсе переселят в другие города. Знаете, где нам предложили? Щелковский район. То есть вы опасаетесь, что вас на самом деле... Да, всех отсюда переселить из этих домов в Щелковский район. Местные жители уверенно говорят о планах реконструкции центра города, как об окончательно утвержденных. В администрации, впрочем, заявляют, что люди волнуются напрасно. Никаких исторических объектов в городском округе Королёв под снос не готовятся. В городе существует программа веткого фонда, включает 153 дома. Это в основном ветхие дома, постройки начала прошлого века. Ни один из домов по улицам Циолковского не входит в эту программу и не планируется. И действительно, этим утром на улицах города еще была видна строительная техника. Но во второй половине дня ее убрали. То есть, если и были какие-то планы не ограничиваться детским садом, то их, вероятно, придется скорректировать. Чиновники, правда, и так утверждали, что исторический центр трогать не будут. Что под снос пойдут только действительно ветхие дома. Люди, в свою очередь, просят показать, по каким критериям дом будет признаваться ветхим. И показать планы реконструкции центра, если они есть. Одним словом, предстоит еще, видимо, долгий и не всегда простой диалог. Во всяком случае, жители на него рассчитывают. На месте снесенного сада уже скоро построят новый, современный, очень комфортный, но совершенно типовой. Где не будет ни духа эпохи, ни истории, ни брельефов на стенах.